А перед началом данного видео хотел сказать вам, что все используемые кисти, текстуры, стили слоя и прочие вещи, которые используются в данной работе и не только, мы дарим вам в качестве приятного бонуса за несколько простых действий. Вам необходимо подписаться на наш канал, поставить колокольчик, поставить лайк под этим видео и подписаться на нашу группу. И после всех проделанных действий вам необходимо написать в сообщении нашего сообщества сообщение, где вы прикладываете два скриншота, на которых видно то, что вы подписались, поставили лайк, подписались на сообщество и все. Все, салют, на связи Кора Бук и сегодня мы сделаем вот такую постобработку нашей каллиграфии. Давайте приступим. Для начала возьмем нашу каллиграфию и закинем ее в фотошоп. Я закидываю полностью сканированное изображение, оно имеет сейчас белый бэкграунд. Мы его должны будем убрать. Дублируем наш слой. Скрываем нижний. Нажимаем два раза на вот этот квадратик. Открываются настройки слоя. И белый цвет мы придавливаем. Приглушаем. Примерно до 190. Все зависит от того, какого цвета у вас написана каллиграфия. И если она более-менее светлого, то светлые участки могут пропадать. Создадим нижний слой. И заливаем его черным цветом. Чтобы в данный момент вы видите ксички. Смотрите, видите, сейчас у нас каллиграфия не особо ровная. Для этого нам нужно сделать слой пустой на верхнем. Выделить два слоя вместе с каллиграфией. И объединить их. Теперь у нас стало более-менее поприятнее. Окей. Так. Наши изображения мы можем немножко уменьшить. Потому что сейчас оно имеет очень огромное разрешение. Наверное, до 3000 пикселей. И теперь нам нужно подровнять какие-то ксики, которые нам не нравятся. Делаю я это на графическом планшете. Вы можете это делать на всем, что угодно. Той же мышью. Для начала возьму прочную кисть. Отлично. И немножко подровняем все вот эти вот края. Там, где мы ксикнули с вами. В дальнейшем изображения еще сильнее сужатся. Поэтому особо на это внимание можно не обращать. Какие-то мелкие погрешности. Потому что вы их, в принципе, не увидите. Это такая более лайтовая обработка. Которая, в принципе, уместна, если вы хотите запостить какую-нибудь картиночку интересную в соцсети. Но в то же время не хотите сильно долго заморачиваться над этим. Так. Можно здесь еще от нижней части немножко подтереть. Застрить их посильнее. Стираем как-то лишний мусор, который нам не особо нравится. Допустим, подотрем здесь. Где-то вот здесь. Так, так, так. Самая главная задача вот сейчас сречь такие вот вещи. И сделать их максимально тоненькими на концах. Я полностью чисто зачищать все максимально круто не буду. Чтобы максимально сэкономить вам время. В то время, когда будете делать вы лично, вы можете спокойно потратить на это гораздо больше времени, чем сейчас это делаю я. Стираем мы все вот это вот здесь. Окей. Сделали. Теперь нам нужно создать новый слой. Точнее, новый документ. И создаем документ размером 1080 на 1080 пикселей. Этого, в принципе, достаточно, если вы хотите выложить фоточку в инсту какую-то или что-то еще такое. Так, окей. Я заранее подготовил немного картинок сюда. Вместе с этой работой. Возьмем пограундное изображение наше. Я взял вот такое готическое окошечко. И переношу его в наше изображение. Во-первых, мы видим, что она тоже имеет 1080 на 1080 пикселей. И она у нас максимально под размер. Но мы также видим, что окно у нас немножко не умещается. Поэтому мы спокойно можем расстануть края. И, в принципе, будет отлично. Также можно взять линеечку и посмотреть, насколько все это ровно у нас теперь. Можно еще немножко повернуть. Так, окей. Теперь нам нужно еще выбрать центр. Центр у нас вот здесь. Ну, вот, в принципе, окей. Теперь наше изображение по центру. И мы можем перетаскивать на него наш летринг. Точнее, каллиграфия. Переносим. Мы можем его инвертировать. Нажимаем клавишу Ctrl-I. И теперь наш текст становится белым. Нажимаем Ctrl-T. Нажимаем клавишу Shift. И с зажатой клавишей Shift мы тянем за наш угол. Тем самым мы уменьшаем изображение пропорционально. Делаем его еще меньше. И примерно выставляем где-то по центру. Видим, у нас вот здесь вот есть косячок. Мы его сейчас стираем. Так. И смотрим, есть ли у нас еще где-то косячок. Вроде больше нет. Так. Теперь. Мы можем с вами накинуть какой-то стиль на нашу каллиграфию. Мы можем заюзать как готовый эффект какой-либо. Смотрите на такую вещь, чтобы у вас не было обводки. Когда включена обводка, у вас подсвечиваются все вот эти вот неровности, которые ужасны. Если вы их отключите, вы в принципе не видите все эти погрешности. Поэтому старайтесь обводку всегда отключать. Подбираем какой-то стиль, который больше всего нам нравится. Мы, допустим, можем взять какой-то вот такой и поменять у него, например, цвет. Возьмем какой-то градиент. Так. Отключим еще вот эту вещь. И давайте возьмем что-нибудь такое более подходящее под фон, что ли. Окей, допустим, пока это будет белый. Наверное, все-таки мы его поменяем. Нужно что-то такое нейтральное. Что-то, наверное, наподобие такого. Окей. Теперь мы можем накинуть какого-то мусора на нашу картинку. Пусть будет это какие-то брызги, краски. У меня здесь есть кисточка. Допустим, вот такая. И мы можем кистью поверх накинуть какого-то еще мусора. Можем кисть немножко увеличить. Сделать немного покрупнее их. Так. И так же мы можем взять стерку. И той же кистью поверх немножко поработать стеркой. Тем самым мы сделаем вот такие вот небольшие текстуры поверх нашей каллиграфии. Главное не переборщить. Главное это понимаете. Так. Теперь мы видим, что у нас очень сильно выбивается от фона. Точнее, сливается с фоном наша каллиграфия. Мы можем немножко его приглушить. И так же накинуть какие-то текстурки. Давайте постепенно применим какие-то текстуры. Как накладывать текстуры? Мы переносим нашу текстуру. И мы начинаем делать прозрачность. Вы можете режимы наложения полистать. Тем самым выбрать что-то наиболее понравившееся вам. Допустим, Lighter Color отлично здесь смотрится. Можем немножко ее еще приглушить. И тем самым у нас получается достаточно прикольная такая работа с бэкграундом. Так же мы можем накинуть кривые. И приподнять точку черного. И так же ее можно немножко приглушить. Тем самым у нас цвет становится немножко посветлее. Отлично. Так же можно накинуть еще какие-нибудь текстурки. Допустим, можно накинуть вот такую текстурку. Мы ее растягиваем под наш размер. Переносим ее вверх. И так же меняем режим наложения. И смотрим, пока нам не станет нравиться. Она сильно достаточно убивается. Давайте, может быть, что-то вот из Lighten'а, например. Ну и сделаем достаточно большую прозрачность. Нижний бэкграундовый нашу текстуру мы можем убрать, обесцветить. Для этого мы нажимаем Ctrl-Shift и клавиша U. Тем самым у нас становится она черно-белая. И можем немножко еще приглушить ее. И можно накинуть еще одну текстурку. Еще какие-то перья. Перья лишними не бывают. Так же переносим ее в самый верх. И меняем режим наложения до того момента, пока нам не станет нравиться. Допустим, тоже Lighten'Color накинем. Немножко еще поднимем все-таки нашу первую текстуру. А эти можно немножко приглушить. Так, и вынести можно нашу каллиграфию вверх. Над несколькими текстурами. Так, и теперь, в принципе, мы можем еще разок подобрать наш градиент, который лежит на каллиграфии. Теперь уже более точный в виде исходный результат, который у нас получится. Допустим, пусть будет что-то такое у нас. И так же можем настроить немножко нашу тень. Изменяем немножко размер. Так, ну, в принципе, наверное, все. Можем добавить еще нескольких каких-нибудь кривых. Если вы хотите что-то подровнять, либо поднять цвет, либо убрать. Ну, в принципе, результат так интересный такой достаточно. Мы можем скрыть все эти текстуры, посмотреть, как у нас было исходное изображение. И, в принципе, какое оно стало. Довольно интересное. Все-таки с тенью, наверное, еще поработаем немного. И, наверное, еще все-таки поменяем градиент. Даже не знаю, как это сделать. Тут полностью на вас вкус. Пусть будет это желтым, например. Но желтый видно сразу. Отлично. Да. И можем его спрятать все-таки под все текстуры, чтобы наша тень не сильно выбивалась. Ну, и, в принципе, все. Вроде мы довольны результатом, что у нас получилось. Всем спасибо за то, что уделили нам время. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и колокольчики. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok